СПОРТ НА ДОНУ 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 ДОНУ СПОРТ НА ДОНУ СПОРТ НА ДОНУ СПОРТ НА ДОНУ Потому что бодибилдом занимается очень много людей. У нас в Ростове где-то 120 тренажерных залов. Они разные. Есть маленькие залы 100 квадратных метров, есть большие, несколько тысяч квадратных метров. Поэтому 120 залов, и из них всегда мы получаем какую-то подпитку спортсменов. И каждый год очень много новичков выступает. Ну, посмотрим, что будет в 2021 году. У нас весенние турниры запланированы, Кубок Дона. Это областной турнир. В нем принимают участие многие спортсмены с юга России. Это Краснодарский край, Ставропольский край, Волгоградская область. Это очень зрелищные и хорошие соревнования. Поэтому подождем весны. Давайте подробнее объясним о бодибилдинге. Что это вообще такое, расскажем нашим зрителям. Потому что, я думаю, сейчас у нас смотрят очень много родителей, которые еще не определились с будущим своего ребенка, мальчика, девочки. Вот что дает бодибилдинг, кроме красивой фигуры? Ну, бодибилдинг, я хочу сказать, что это самый массовый на сегодняшний день вид спорта в мире. В мире. Им занимается самое большое количество людей. Это больше, чем баскетболом, футболом и так далее. Потому что мы берем не только тех людей, которые занимаются профессионально бодибилдингом, но и тех, кто ходит в зал для того, чтобы просто улучшить здоровье, улучшить свой внешний вид. И бодибилдинг, это можно объяснить еще, как вот раньше говорили, общая физическая подготовка. Ну, так и сейчас говорят. Да, и сейчас говорят, но это просто уже люди в возрасте, от 50 лет и старше, да. Они раньше, в советское время, говорили ОФП. Ну, сейчас это бодибилдинг. Это и тогда был бодибилдинг. Нет, но бодибилдинг это все-таки с железом связано, да? ОФП это такая кардионагрузка. И ОФП, и кардионагрузка, и с железом, и тренажеры, это все ОФП. Поэтому ОФП, кстати, занимаются и все виды спорта. Те же борцы, боксеры, баскетболисты, футболисты. В межсезонье что они делают? Они идут в зал, поднимают гантели, поднимают штанги и повышают свой физический уровень. Без него нельзя, потому что основа всех видов спорта – это силовая подготовка. Без нее никуда нельзя. Можно сравнить даже спортсменов, тех же футболистов, баскетболистов, волейболистов, которые как бы не чураются физической подготовки. Это видно даже чисто внешне на соревнованиях. Но вот если взять вот такой пример, понятно, что это для фигуры, да? Все-таки человек хочет быть красивым, поддерживать себя в великолепной форме. А что движет человека, который продолжает профессионально заниматься бодибилдингом? Точно так же, как и в других видах спорта, движет желание стать первым, лучшим. Потому что никто не запретит заниматься и девушкам, и ребятам для достижения цели. Это спорт, это уже может быть не столько здоровье, как любой спорт, и легкой атлетикой. Любой, да. Там люди уже отдаются полностью, чтобы стать олимпийским чемпионом, стать чемпионом мира. Это очень приятно. И все-таки какие данные, чтобы человек должен иметь, обладать такими данными, чтобы заниматься бодибилдингом, и с какого возраста это можно? Я думаю, любыми данными, любыми, абсолютно любыми. У нас сейчас в стране, и в Ростове в частности, очень много тренеров, которые могут подготовить до определенного уровня. Это зависит, конечно, от генетики. Если генетика великолепная, он может стать и чемпионом мира. Но если какие-то огрехи есть, человек всегда может дойти до какого-то уровня. По крайней мере, выступать успешно на чемпионатах города, области и так далее. Возраст какой? С какого возраста этим можно заниматься? У нас соревнования даже проходят с 8-9 лет. 8-9 лет? Да, да, да. Фитнес для 8-9-летних детей, и девочки, и мальчики выступают. Конечно, они готовят хорошую программу произвольную, показывают мышцы. Да, это можно, конечно, понимать, что у них они не огромные, потому что в таком возрасте никто не будет перебарщивать с нагрузками. Поэтому с 8-9 лет можно аккуратно заниматься. Но это под чутким руководством тренеров, конечно. Только с хорошим тренером можно добиться хороших результатов. Самим рисковать не надо, тем более в детском возрасте. А верхний предел возрастной какой? Вот на вашей даже памяти. Опять-таки, в верхний предел у нас проходят чемпионаты России, международные турниры, где есть турниры по мастерам. Мастера свыше 40 лет, до 50, свыше 50 лет до 60 и свыше 60 лет. Вот на вашей памяти самый возрастной спортсмен, самый опытный. Есть в Ростовской области такие, например? Да, есть, но они сейчас в последнее время, вот последние года 2-3, они не выступают. Ну, где-то после 50 лет, 52-53, такие выступали спортсмены. И завоевывают, да, награды и уберут. Да, да, да. Ну, опять-таки, они завоевывают награды среди своих, в своей категории. Понятно, что у нас молодежи не будет тиграться, да? Да. Хотя вот на чемпионатах России есть ветераны, где выглядят очень неплохо. И могут дать фору даже и молодые. Ну, раз вот мы заговорили о мировых достижениях, да, Ростовская область может похвастаться своими чемпионами мира, Европы? У нас великолепная спортсменка. По фитнесу, я считаю, ей нет равных в нашей стране и в мире. Это Евгения Мищенко. Знаю такую. Которая завоевала все, что можно было. Чемпионаты России, чемпионаты Европы, мира, международные турниры Арнольд Классик. Поэтому это просто великолепно. Сейчас она вот год или полтора отдыхала, но я думаю, она снова начнет засыпать. То есть вернется опять, да? Да, я думаю, да. Молодежь. Есть ли у Жени смена? Растет ли очаровательная такая? Ну, сейчас трудно об этом сказать, потому что целый год не было у нас соревнований. Это очень трудно. Я думаю, что есть. Это мы можем проверить в ближайшее время, в апреле месяце 21-го года уже. Геннадий Михайлович, ну да, все-таки вернемся опять к пандемии, коронавирусу. Да, все-таки была самоизоляция, очень сложно было полной самоизоляции. Была летний период, весенний период. Как тренировались спортсмены? Потому что в ограниченном пространстве очень тяжело тренироваться. Ну, каждый по-своему, конечно, выходил из положения. Многие занимались дома. У многих дома есть гантели, штанги, какие-то элементарные тренажеры. Потому что профессионал, он и дома профессионал. Но все равно такого-то нету, да? Да, да. Какой-то замечательный спортсмен. Да, усеченные какие-то тренировки были. И я хочу сказать, что если в 2020 году у нас была сборная, и она выезжала на соревнования, и занимали лучшие места, значит, они тренировались, значит, они держали себя в форме. Геннадий Михайлович, ну все-таки, на ваш взгляд, вот с этой ситуацией в мире, насколько сильно она ударила, вот не только по бодибилдингу, да, по всему, вот вообще, мировому спорту. И как долго спортсмену, на примере вашего вида спорта, предстоит, чтобы восстановить ту былую форму, которая была до всего этого? Да, если спортсмены не тренируются, конечно, это трудно восстанавливаться, но, опять-таки, на это будет уходить какое-то время. А спортсменам, тем более профессиональным спортсменам, это недопустимо. Поэтому они не будут ждать, они будут заниматься, находить какие-то способы, чтобы поддерживать свою форму. Ну, я думаю, что в 2021 году нам все-таки должны разрешить и провести хоть один чемпионат. Не знаю, как сложится ситуация в 2021 году, но мы обязаны просто провести, потому что выход-то тренировочным нагрузкам и подготовке спортсменам надо отдавать. Ну, понятно, да, в Ростовской области. А какие еще планы мероприятий вообще запланированы в Федерации бодибилдинга всероссийской на 2021 год? На 2021 год уже запланирован календарный план. Значит, чемпионат Кубок России будет проходить 22 по 25 апреля в городе Краснодаре. Это недалеко, и поэтому я считаю, что сборная Ростовской области в большом количестве спортсменов выйдет в Краснодар и поборется. А обычно сборная сколько человек? Вот вы говорите, сборная сборная? По-разному. Сколько бывает, например? В Краснодар бывает и 35 человек едет в сборную, да. А в такие города, которые находятся... Вот на России, например. На России? На России? 35 человек. А если где-нибудь в Хабаровске? Если туда, ну, доезжают сильнейшие, которые претендуют на призовые места и у которых находятся финансовые какие-то средства, потому что материально это очень дорогое удовольствие. Георгий Михайлович, например, вот что вы посоветуете людям, которые вот только сейчас посмотрели нашу программу и решили для себя, будут заниматься бодибилдингом, с чего начинать все это дело? Ну, нужно приходить в зал и искать тренера и элементарно начинать заниматься. Если до зала у них ноги не доходят, можно начинать потихонечку приходить на спортивные площадки, которых у нас много на стадионах, отжиматься, подтягиваться, ну, как могут. И читать литературу. Если они этот период пережили, то ради бога пусть приходят в спортзалы и, по крайней мере, если будут вопросы, они могут позвонить в федерацию. Мы посоветуем тренеров опытных, которые им подскажут. То есть вы считаете, утверждаете, что можно заниматься самостоятельно начинать? Да, можно, да, начинать можно самостоятельно. Никаких проблем нету. Может быть, высот больших нет. Нет, для себя, для себя, не для чемпионства. Главное, чтобы было желание, потому что все начинается с желания. Мотивация должна быть. Кто-то посмотрит фильм, кто-то посмотрит какую-то телепередачу, кто-то просто придет на соревнования, посмотрит на тех ребят, которые живут в одном городе и выглядят значительно лучше и красивее, чем он сам. Поэтому это и есть толчок для мотивации. Игорь Михайлович, еще такой вопрос, знаете, меня всегда интересует, а почему девушки вот идут заниматься бодибилдингом? Потому что для меня, вот, например, девушка это все-таки гимнастика, легкая атлетика. Но когда гора мышц, то девушки, как вот вы относитесь к этому? Дело в том, что вот этот вопрос, может быть, был актуален 30 лет назад, когда в бодибилдинге было всего две, как бы, номинации. Мужской бодибилдинг и женский бодибилдинг. Все. Они были как близнецы. Чем больше, тем лучше. Поэтому девушки выглядели так же, как мужчины. Даже хотелось им еще больше выглядеть. Но дело в том, что за 30 лет теперь в бодибилдинге очень много дисциплин, очень много дисциплин, которые рассчитаны на разное качество подготовки. И девушки в фитнес-бикини выглядят настолько женственно, настолько грациозно и красиво, что, может быть, и легкая атлетика там даже рядом не стояла. Не то, что может быть, так оно и есть. Вот вы говорите, дисциплина. Да, что за дисциплина? Разжуйте нам. Да, дисциплина... Говорят, женскую дисциплину взять. Женские дисциплины – это классический бодибилдинг, там, где девушки такие мышечные хорошие. Чуть меньше, ну, чисто по-дилетански, если обращать на это внимание, чуть меньше девушки бодифитнес. Такая дисциплина есть. Еще меньше фитнес-бикини. И чуть-чуть более глаже, более женственней фитнес-модель. Ну, а фитнес-модель, вот еще. А фитнес-модели, что они там, что демонстрируют? Ну, они, бодибилдинг демонстрируют всем тело и всем подготовку и всем свою подачу, потому что это вид спорта о красоте тела, в первую очередь. А потом уже идут... Кстати, вот Женя Мищенко, она в фитнесе выступала, там тоже самое. Но она вроде тоже пришла из какого-то вида спорта. Она пришла из акробатики, она занималась акробатикой, ну, фитнес, это то же самое, что бодифитнес, просто там еще входит второй раунд, произвольная программа. Произвольная программа, это вот та же самая, как бы, те же самые вольные упражнения, что и в гимнастике, и в акробатике. Поэтому и проще было, и только надо было с телом подружиться. Ну, то, что она и сделала. То есть вы тоже утверждаете, что прийти заниматься профессиональным бодибилдингом, человек должен иметь какую-то все-таки спортивную базу, иметь за спиной? Не обязательно. Сейчас уже не обязательно. Сейчас уже не обязательно. Пусть приходят, начинают заниматься, тренер через года два упорных тренировок, тогда уже скажет, сможет он выйти на соревновательный уровень или нет. И, по крайней мере, можно посоревноваться на мелких турнирах. Сейчас турниры даже есть для новичков, когда выходят только новички, и ни один спортсмен не боится там выступать, потому что все на равных позициях. Это очень здорово. Дорогие друзья, мы продолжаем. Это программа «Спорт на Дону». И следующая героиня нашей программы – Екатерина Кувинова, фитнес-модель. Кать, как ты пришла в этот вид спорта? Потому что ты миниатюрный, ты как дюймовочка такая. Я не могу тебе представить, вот прямо с мышцами. Не знаю, мне нравится это женственно, красиво. Выход в платьях – это вообще очень прекрасно. Мне нравится. Я решила попробовать вместе с девочками выйти на сцену, посмотреть, смогу ли я вообще подготовилась и вышла, и сразу же… Нет, давай вспомни, когда ты вообще первый раз только задумывалась стать фитнес-моделью. Когда это было? Это было… В школу годы? Нет, как я родила дочку. А, то есть ты уже… Да, я задумалась, что почему бы нет, а почему бы перевести свою фигуру в порядок, и не стать фитнес-моделью. А до этого база какая-то была спортивная у тебя? Да, я кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. И почему вот так вот решила заняться этим профессионально? Ну, вот решила привести фигуру в порядок, потому что у легкой атлеток большие ноги, а мне хотелось вот стать миниатюрной, талить, песочные часы, красиво, женственно. И вот я решила попробовать. И прямо затянула сразу, да? Да, мне очень понравилось. А что, например, там, что понравилось, такое очень, например, на твой взгляд зацепило? Ну, я же говорю, выход в платьях для меня, это вообще просто, это очень красиво. Это как будто ты собираешься, знаете, сборы на свадьбу, и каждый раз платье, прическа, макияж, красиво все, очень женственно. Ну, догрузки тоже сумасшедшие. Сумасшедшие, но это того стоит. Подготовка очень тяжелая, питание все очень строго, но это того стоит. Вот питание всегда интересно, да, что для меня спортсмены – это люди, которые сидящие постоянно на диете, да? Вот питание, питание, фитнес-модели, в чем заключается? На что делать упор? Делать упор, ну, смотри. На белки? На белки, жиры, углеводы. Рассчитываем, кушаем. Сейчас кушаю все абсолютно. Ну, то есть главное, чтобы пошла в колораж. А когда уже именно перед выходом на сцену, естественно, уже уменьшается колораж, уменьшаются углеводы, жиры, белки. Все, как говорит тренинг. А после соревнований? После соревнований? Любимое блюдо какое? Я хотела борщик с помпушками. Ну, все правильно. Ты правда любимое блюдо, да? Ну, нет. Ну, хотелось, вот прям именно хотелось борща и помпушек. Ну, а, например, вот дома, когда можно расслабиться, что готовишь? Сладкое. Конфетки. Что, сама конфетки делаешь? Нет. Ничего не готовлю, люблю конфетки сладкое. Если вот дают что-то, разрешают день такой, который, это вот именно сладкое. Я накупаю много сладкого. И ем, да? И ем. Пока все не закончится. 2020 год был такой тяжелый для всех спортсменов, не только для вашего вида спорта. Расскажи, как для тебя прошел 2020 год, какие соревнования, какие турниры были? Начала подготовку я в апреле месяце. Готовилась на сентябрь, на август сначала готовилась на турнир на Самсон 4047. Это где он? Это в Краснодаре проходил он, подготавливалась. В итоге соревнования отменили. Естественно, я расстроилась, что отменили соревнования. Но потом была новая дата в сентябре месяце. И я продолжила подготовку. То есть дальше продолжила. И вот с апреля месяца до сентября первый выход у меня был в сентябре на Самсоне. Какое место? Заняла из 15 человек, из девочек. Я заняла третье место. Это все-таки для тебя неудача? Это удача. Это первый раз. Ну, потому что это первый раз, первый старт. Я считаю, девочки все достойные. Девочки многие давно уже занимаются. А я такая раз, с первого раза. Сразу в тройку налезу, да? Сразу в третье место. А вот в чем заключается? В каким параметрам выбирают у вас? Просто я не знаком совсем. Тикнос-модель – это в первую очередь, ну, как мне тренер объяснял, я только в этом разбираюсь, что это параметры, это талия, это подача, как ты себя подаешь на сцене, твоя уверенность, насколько ты грациозна, насколько ты пластична. Вот именно, наверное, образ. Очень играет очень большую роль образ. Насколько ты попадешь в образ, он тебе подходит. То есть это прическа, макияж, купальник, платье. Сколько человек там, как жюри, правильно, да, у вас, или судейская комиссия? Судейская коллегия, да, там 9 человек. 9 или 11, я честно не помню. И вот каждый там складывает это все? Да, каждый голосует, и в итоге потом баллы, по баллам смотрят, что и как. А какие ошибки, например, самые такие распространенные бывают? Очень сложно позирование поставить, очень сложно позинг, где-то довернуться, где-то повернуться, то есть улыбаться нужно постоянно. То есть, наверное, скорее всего, в этом ошибки. Ну, и форма, наверное, как ты свою форму подготовишь, насколько ты готова к этому? Готова, да. А психологически все-таки, да, это в голове должно быть? Да, психологически, если ты готов не поджирать, то форма будет хорошая. Нет, а психологически, вот конкретно на самом чемпионате, да, все-таки надо настроить тебя? Конечно, конечно. Какой год, какие планы, к чему готовишься? Где нам ждать медали от тебя, вот? У меня пока всего было 4 старта, вот. В 2021-м планирую выйти везде. Поэтому планирую, конечно, за первыми местами. А какой ближайший турнир, чемпионат, что там у вас есть? В Ростове. А, в Ростове, да? Чемпионат Ростовской области. Ну что ж, Катя, огромное тебе спасибо, желаем тебе побольше золотых медалей. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем. На этот раз герой нашей программы Андрей Клюй, мастер спорта по бодибилдингу и тренер. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, мне вот интересно, я так понял, что вы девушек тренируете. Тяжело тренировать девушек вообще в сравнении с парнями? Так, вопрос часто задают, но отвечу на него так, чтобы они ближе к общению с девушками, чем с мужчинами. Они не нытики. А, то есть мужчины нытики? Они нытики. Они нытики. Они нарциссы, они нытики. Девушки боевые существа, которые приучат пиздача. А как же слабый пол, там нет? Это визуализация только созданная для нашего мужского мира. Ну все-таки, да, вот вы говорите, да, если серьезно, да, вот в чем различие все-таки идет, если так профессиональной точки зрения? Они мыслят прямо и работают строго по цели. То есть если мальчик дает себе там возможность сочкануть, а девушка работает строго по своей цели. А я не люблю работу вот с такими людьми. Андрей, на ваш взгляд, да, почему девушки все-таки идут заниматься профессиональным бодибилдингом? Понятно, что идут для себя, например, да, а что движет профессионалы? Я профессиональных бодибилдеров не тренирую девушек. Это немножко другая категория. Я готовлю на фитнес-бикини. Это девушки с легким тренажерным эффектом. То есть они тренируются, они не бойцы, они не пашут здесь. Они имеют форму определенную, которую я формирую, делаю пропорции, делаю правильные критерии, подбираю под эту девушку. И как бы это немножко другое. Бодибилдинг – это другой уровень. А в чем отличается, в чем различие другого профессионального бодибилдинга? Как минимум, это набор мышечной массы. Там девушки крепкие, они примерно моего телосложения. Сейчас этой категории уже в принципе нет, она называется классик физик женский. Там огромные, но красивые женщины. Большие, мышечные. Бикини – другая немножко категория. Это более грациозная. Это более эстетичная, да, более грациозная. Она приравненная к норме нашей жизни. Андрей, ну, если так вот, да, подвести уходящий 2020 год, понятно, что он был непростым. Как сложился для вас, для ваших подопечных этот 2020 год? Есть чем похвастаться, а может быть разочарование? В 2021 году основная задача стоит для меня – это покорение международных турниров. То есть меня интересуют чемпионаты Европы, мира и другие чемпионаты на международных стартах. То есть я буду участвовать на чемпионате России, чтобы получить квалификацию и полететь на эти турниры. То есть вот такая задача. Ну что ж, будем надеяться, что все получится. Спасибо огромное. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, наша программа подходит к концу. Это была программа «Спорт на Дону». С вами был Роман Саганов. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.